МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. Вожатский флешмоб. Шутки над детьми в лагере превратились в уголовное дело. Появится ли в республике очередной микрорайон с международным названием? В Чебоксарском районе началось строительство Болгарского квартала. Достойным лучшая награда в Чувашском госуниверситете торжественно вручили красные дипломы. В оздоровительном лагере Чувашии мучили детей. Вожатые Чувашского лагеря опубликовали видео издевательств над детьми. Чувашских вожатых садистов выгнали из лагеря. Уже второй день сюжета и статьи с подобными заголовками главная новость федеральных каналов и интернет-изданий. Такой общественный резонанс вызвал вопиющий случай в детском лагере «Золотой колос». Следственное управление по факту издевательств над детьми завело уголовное дело. Следователи допросят около 200 детей. Подробности происшедшего в репортаже Татьяны Трофимовой. Закатывание в матрас, холодный душ – такие ночные кошмарные приключения придумывали вожатые лагеря «Золотой колос» для своих воспитанников. Испуг и шок детей казался им забавным. Все это горе-вожатые снимали на видео, а ролик с издевательствами выложили в интернет. Вожатские флешмобы – это название видеоролика. На записи видно, как воспитатели заставляют ребенка спать в ванной, включая при этом душ, стаскивают спящих детей на пол и волокут по коридору матрас с маленькой девочкой. Об инциденте стало известно после появления на местных интернет-форумах и в блогах скандального видеоролика. На сегодняшний день ведутся следственные работы и предварительно можем сообщить следующее, что работник ТДЖ, нанятый на работу без подписанных соглашений, спровоцировал на снятие видеосюжета вожатых – это студенты наших культурных заведений. И соответствующий видеосюжет они сняли. И этот факт был обнаружен администрацией. На следующий день их всех уволили с работы. Ну, в отмеску тот, кто спровоцировал, как раз и Джей, в отмеску взял, выложил все это в интернет. По словам представителя руководства лагеря Александра Петрова, педагогический отряд, который работал в первую смену в Золотом Колусе, был проверенный. Но, как всегда, стадо оказалось не без паршивых овец. Вожатых, причастных к инциденту, тут же уволили. Из-за них прекратили и сотрудничество со всем педагогическим отрядом прошлой смены. Но жалоб от самих детей, которых стаскивали ночью с кровати, не было. И их родители заявлений в прокуратуру не писали. Более того, инцидент произошел на прошлой неделе. Дети отдохнули в лагере до конца смены и спокойно уехали. Сейчас идет расследование произошедшего. Будет дана правовая оценка действиям руководства лагеря, которое допустило такие факты на территории возглавляемого учреждения. В настоящее время проверяется причастность трех молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет на причастность к совершению указанных действий. Один из них нигде не учится, не обучается. Еще двое обучаются на первом курсе местных высших образовательных учреждений. Максимальное наказание, которое грозит теперь уже бывшим вожатым, это штраф, либо исправительные работы до двух лет. И если их вина будет доказана, им могут запретить заниматься педагогической деятельностью в течение пяти лет. Я считаю, что это большое безобразие, это нарушение прав на нормальный отдых наших детей, кто пребывает в оздоровительном лагере. Сейчас этим вопросом, этим делом занимаются правоохранительные органы и прокуратура, и Министерство внутренних дел. Сейчас в Золотом Колосе началась новая жизнь, вторая смена. Новые вожатые, другие дети и ожидания хорошего отдыха. Здесь очень устанчивые вожатые, здесь весело всегда и хорошо. Хотя многие родители в курсе скандала с вожатыми, отказов от путевок на вторую смену пока не было, говорит Александр Петров. Некоторые родители о нашумевшем видеоролике слышали, но то, что это происходило в Золотом Колосе, их искренне удивило. Вы детей привезли сегодня в лагерь? Конечно. А вот вы слышали про инцидент, который произошел в первую смену с вожатыми в этом лагере? Это в этом лагере было. Мы будем каждый день приезжать, проверять. Мы будем бдить. А других родителей, напротив, данный случай не испугал. Они считают, что после такого дисциплина будет еще строже. Думаю, что в этой смене, наоборот, будет порядок. Мы за ребенка спокойны. С вожатыми познакомились. Они нам понравились. По словам представителя руководства лагеря Александра Петрова, методы воспитания детей прежних вожатых в лагере исключены. Самое главное, чтобы новая смена оказалась без ночных кошмаров. Этим изобочено и руководство Чувашской республики. Сегодня на межведомственной комиссии обсудили, как не наступить на те же грабли в будущем. Замминистра образования Светлана Петрова считает, что ответственность за произошедшее во многом лежит и на директоре лагеря, которое подбирало педагогический персонал. Впредь на работу вожатых в лагеря будут отбирать психологи и социальные педагоги. Воспитатели должны будут пройти тестирование. Это тоже в планах Министерства образования. Впредь не допускать, не открывать лагерь, пока не пройдут тестирование каждой вожатой и педагог, нанятой для работы в оздоровительном лагере. Сегодня началась вторая смена в этом лагере. Значит, завтра, послезавтра мы проведем педагогическое и психологическое тестирование всех вожатых, прежде всего в этом лагере в Золотом Колосе. На следующей неделе тесты на пригодность работать вожатым дойдут и до других лагерей республики. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. К другим темам. Сколько жителей республики в 2013 году переедут из аварийного ветхого жилья в новое? В какой сфере опаснее всего работать и что с этим делать? Об этом говорили сегодня в Доме правительства на очередном заседании Кабинета министров. Транспорт, связь, обрабатывающая производство и лидер печального антирейтинга строительства. Согласно прямой статистике, работа в этих сферах наиболее опасна для работников. Наиболее высокий уровень тормозительства со смертельным исходом наблюдается в строительстве. Это 8 случаев из 27 погибших за год в 2012 году. На охрану труда в 2012 году в республике потратили более миллиарда рублей, то есть почти 7 тысяч на одного работника. Однако нередко всю охрану сводят на нет сами трудящиеся. Из 27 погибших на производстве 12, это 44 процента, находилось в состоянии алкогольного опьянения. 6 человек, 22 процента, погибли в результате дорожно-транспортных происшествий. Наибольшее число пострадавших в расчете на тысячу работающих отмечалось в организациях Аликово, Чебоксарского, Цивильского, Парецкого и города Новочебоксарска. Несмотря на эти печальные цифры, ситуация в республике постепенно улучшается. Так, в прошлом году на так называемых вредных и опасных производствах трудились на 1% работников меньше, чем в 2011. А общее число пострадавших уменьшилось на 8%. Что ж, если одним жителям Чувашии в опасных условиях приходится работать, то другим и вовсе жить. Актуальной проблемой для республики остается аварийное жилье. Предусмотрено распределение средств государственной корпорации, фонд содействия реформирования жилища и коммунального хозяйства в сумме 868,2 миллиона рублей и республиканского бюджета Чувашской республики в сумме 167 миллионов рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Планируется, что в 2013-2015 годах новоселье справят 4810 семей. То есть более 12 тысяч человек. Однако без проблем не обходится. К примеру, застройщики заниматься благотворительностью и продавать жилье по ценам ниже рыночных зачастую не желают. Стоимость сегодня установлена 28 500 рублей с лишним. Стоимость с отделкой. Получается, что без отделки квадратный метр мы должны приобретать по цене 24 тысячи. В то время, когда рыночная цена около 40 тысяч в городе. Проводим работу с застройщиками. Выносим. Вы провели уже 4 аукциона по развитию застроенных территорий. Определенные результаты есть, но еще многое предстоит сделать. Впрочем, потратиться придется и на дома, которые требуют капитального ремонта. На эти цели около 67 миллионов рублей выделят из фонда содействия реформированию ЖКХ. Почти 65 миллионов возьмут из республиканского бюджета. Предполагается, что хватит этих средств на 119 многоквартирных домов. Ольга Пыречкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии и в Чебоксарском районе в ближайшее время появится жилой квартал с международным названием. Премьер-министр Иван Маторин и чрезвычайный полномочный посол Республики Болгария в России Бойко Коцов дали старт строительству. Болгарский квартал появится между Синьялами и деревней Ольгешево. Татьяна Молокова и Андрей Спиридонов изучили место, где началось строительство. Вот в этом поле через 4 месяца появятся первые дома болгарского квартала. Так обещает застройщик. Дома будут построены по всем современным стандартам с использованием энергосберегающих технологий. Мы делаем тепло двумя способами. Единый способ – это газ, второй способ – это пилеты. Пилеты – это чего дают? Мы смотрим цены на газ, прогноз в ближайшие 5 лет, что они будут подниматься. Пилеты, дерева в России много, это отходы дерева, и цены будут падать и стоять постоянно на того уровня. Соответственно, здесь коммунальные услуги населения будут платить довольно… Скажем, мы планируем коммуналька за тепло будет в районе 1500-2000 рублей. Застройщик обещает использовать местные стройматериалы в сочетании с композитными материалами компании «Роснано». Сразу после начала строительства обещает благоустроить территорию, установить детские площадки. А зимой на склонах – горнолыжные трассы. Площадь застраиваемой территории порядка 16 гектаров. Это первый этап? Первый этап. Один дом трехэтажный, двухподъездный, где-то полтора тысяч квадратных метров. Правильно я понимаю? Да. Вообще в планах, значит, сколько всего после завершения освоения территориального земельного участка вы планируете построить по воду жилья? В этом году мы планируем первый этап построить 5500. Это один модуль вот такой. Это будет построено до конца этого года и сдать. Дальше, с следующего года мы более интенсивно начнем усваивать, потому что мы будем знать уже какой спрос. Причем болгары обещают, что при хорошем спросе они могут построить квартал и за год. Такие дома сейчас строятся в Калужской и Смоленской областях, а с 2008 года – в Болгарии. Технология наша. На первое время, естественно, будут работать болгарские строители. Потом дальше мы будем учить местные коллеги здесь, ну, Игоря Владимировича, совместно за то, что вот могли принять эту технологию и сделать так, что вот оперативно могли строить больше жилья в республике для соцпроектов. Иван Моторин, внимательно изучив проект, выразил надежду, что подобное сотрудничество будет удачным, а Чебоксарский район получит комфортное жилье. Бойко Коцов назвал строительство этого квартала важным для болгарских строителей. Мы уже живем в 21 веке. Может быть, скажут, что это только преуспелые люди живут за городом, да? А кто знает, может быть, это неплохо. Здесь чистый и свежий воздух, здесь хорошо. Вот Волга река недалеко. Только два километра до аэропорта. Если это сделаем, скорее всего, это будет до окончания проекта, то все, которые здесь живут, будут пользоваться вот этим хорошим обстоятельством, что живут недалеко и быстро смогут пойти на Черное море, отдыхать. Что нужно от республики, от района, я надеюсь, что мы будем оказывать всяческую помощь и совместно с вами уже в ближайшее время получим эффект от реализации данного проекта. Как только квартал будет обживаться, то наладится и транспортное сообщение с райцентром и столицей республики, пообещала глава Чебоксарского района. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Предварительный эффект празднования Дня Республики экономический и культурный оценили сегодня в Доме правительства. Кроме того, в повестке дня совещания с руководителями органов исполнительной власти итоги социально-экономического развития Чуваши за пять месяцев. На совещании с членами Кабинета министров был отмечен рост производства продукции сельского хозяйства, розничного товара оборота, платных услуг населения, и заработной платы. Однако есть и снижение подробностей в нашем сюжете. Более 1 тысячи человек из 27 российских регионов, 8 иностранных государств приняли участие в 6-м Чебоксарском экономическом форуме. В его рамках был подписан ряд важных соглашений. Более 100 тысяч человек стали участниками межрегиональной выставки региона «Сотрудничество без границ». В ежегодном фестивале «Родники России» приняли участие более 4 тысяч человек. 29 коллективов из 27 регионов страны и один коллектив из Белоруссии. Фестивальные мероприятия прошли на 6 площадках в Чебоксарах, Алатре и в Янтиковском районе. В конкурсе «Русь мастеровая» приняли участие 60 мастеров из 17 регионов России, включая Чувашию. «Отзывы хорошие и итоги тоже такие хорошие. Но и когда настроение припоинтое у людей, красота, хорошее настроение дает людям дальше двигаться, соответственно, не останавливаться. Изменения происходят. И все эти изменения мы должны соответствовать всем тем трепеням, которые люди стоят перед нами». За пять месяцев 2013 года индекс промышленного производства снизился. Он составил 85%. Также упали объемы работы по строительству и введению жилья. Также упали объемы работ по строительству и введению жилья. «Восьми под видов на месте деления собралось допущенное снижение. Но вместе с тем нельзя сказать, что если в видов на месте деления допущенное снижение, то основные предприятия, составляющие виды деятельности, они работают ниже 100%. Так, сегодня в режиме наращивания производства находятся Вурнарский завод смесевых препаратов, Лара, Экра, Шизоса, завод имени Чапаева, АКОНТ, Вурнарский мясокомбинат, ЖБК-2, Чебосарский рампной и ряд других организаций». На показателях отражается и производство электро- и оптического оборудования. Снижение объема производства произошло на кабельном электроаппаратном заводах взаимавтоматизация. В прошедшей на днях в Санкт-Петербурге экономический форум должен помочь исправить ситуацию. Подписанное соглашение между правительством республики и обществом российские сети должно вывести на новый уровень отношения организации электротехнической отрасли с этим стратегически важным партнером. О том, как идет реализация указа об ускоренном развитии уличной дорожной сети городских округов республики, рассказал министр транспорта Михаил Янковский. В частности, он отметил, что общий объем финансирования за весь период реализации программы составил 2 миллиарда 421 миллион рублей. В 2008-2009 годах было реконструировано почти 20 километров уличной дорожной сети. Среди них и улицы Пирогова, Гладкова, Калинина, Игерский бульвар, строительство нового моста через реку Сура, Балатри. Предусматривается ввести в эксплуатацию в этом году 5,2 километров автодорог. Причем по городам ситуация на сегодняшний день следующее. По городу Чебоксара из 6 объектов контракты у нас заключены на 3 объекта. По оставшимся 3 в настоящее время осуществляется разработка проектов. Это улица композитора Воробьевых, это улица проспект Ленина, улица Винокурова. По заверениям администрации города проектные работы будут завершены в июне месяце. По новому Чебоксарску включены 5 объектов. Из них имеется проектная документация на 4 объекта. Галина Титарчук, Надежда Яковлева, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах разыграли пояса чемпионов Европы по кикбоксингу. В бой за титул лучших файтеров вступили не только мужчины, но и женщины. К этим схваткам было приковано внимание всех болельщиков. На ринге сражались и чувашские спортсмены. Хозяевам турнира предрекали победы в трех боях, однако надежды не сбылись. Кто завоевал заветные награды, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. 14 сильнейших бойцов, 7 поистине зрелищных схваток. Битва чемпионов собрала на одном стадионе лучших из лучших. Главная интрига, кто же станет чемпионом Евразии по кикбоксингу. Но за награды на этом турнире сражались представители разных видов единоборств. Кудо, карате, Тхеквандо. Поддерживали файтеров именитые спортсмены. Олег Токтаров вручил награду своему последователю. Багаудин Абасов одержал победу в схватке по смешанным боям. Неоднократному чемпиону из Москвы достался опытный соперник. Воспитник столичной академии спорта обошел его всего на несколько баллов. За титул чемпионки Евразии тоже боролась москвичка. Но чувашская спортсменка Ирина Спиридонова уже с первых минут дала понять, награда достанется только ей. Эффектно уходя от ударов, она наступала на свою противницу. А таких атак удержится не каждый. Против лома у соперницы Ирины не нашлось приема. Дома и стены помогают. Это само собой подготовка, и тренерский персонал. Очень профессиональная работа тренерского состава. Само собой спарринг-партнеры достойные. Воспитанник школы Алексея Соловьева был на волосок от победы. До последнего уступать этот пояс не хотел никто. Все точки над И расставил седьмой раунд. Артема Шишокина отправили в нокдаун. Чемпионский титул достался спортсмену из Дагестана. Хотелось бы лучше выступить, показать себя в полной силе. Битва чемпионов не последняя. В следующем году лучшие файтеры страны вновь встретятся на Чебоксарском ринге. Приход главы республики тому подтверждение. Я думаю, что он оценил размах количества народу. Я думаю, что, конечно же, следующий турнир мы будем проводить, например, в честь главы республики Чуваши. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Андрей Шокров и Александр Петров. Республика. Полную версию турнира смотрите в эфире Национального телевидения 7 июля в 19 часов. И еще о спорте. В столице в очередной раз прошел праздник бега, организованный заводом ЧАС и администрацией Ленинского района. У этого торжества свои рекорды. До 800 участников массового пробега и до полутора тысяч человек на всем празднике. Маршрут пролегал от второй площадки в районе Привокзальной и до первой на Карла Маркса. О празднике бега и его участниках моя коллега Ольга Григорьева. Под бодрящую музыку участники забега выстраиваются на второй площадке Чебоксарского электроаппаратного завода. В Шеринге любители бега со всего Ленинского района столицы. Лозунг массового пробега «Мы вместе» объединяет заводчан, работников детских садов и других организаций района до 800 человек. У нас здесь конструкторы бегут, представители от цеха есть. Настроение хорошее. А настрой какой? Боевой. Мы рассчитываем только на победу, потому что мы в спорте постоянно и думаем надолго. Перед стартом одни разминают голеностоп, впереди дистанция в почти 3 километра, другие слушают рекомендации по пробегу и определяются с тактикой. А кто-то даже распределяет призовые места. Вот он первый, я второй, я третий. По утрам делаем зарядку. Занимаемся. Он кашу ест, а мы позанимаемся. Ровно бежать, беречь силы. Где-нибудь в авангарде, кучкой, как наши олимпийцы бежали. Для старейшины забега Александра Захарова, как, впрочем, и для его друга, важнее не вырываться вперед, но и не плестеть хвосте, быть в середине. Здоровый образ жизни позволяет 78-летнему Александру Захарову заряжать окружающих позитивом и искрить юмором. Он участник всех трех массовых забегов ЧААЗа. Я хочу продолжить до 75-летней завода. Сколько вам тогда будет лет? Ой, немножко. Мне будет 81, наверное. Последнее приготовление и, наконец, на старт. Нетерпеливые берут фальстарт. Но уже через несколько метров у сквера Чапаева появляются первые, сошедшие с дистанции. Кому тяжело мешать, пожалуйста, ходите на стол. Почти с самого начала в группе бегунов появляются лидеры, догоняющие их и отстающие. Колона растянулась, и пробег вышел совсем на другой уровень зрелищности. Уже на финише все переводили дух и делились эмоциями. Главное, говорили не столько участие, сколько еще одна победа над собой. Ощущения очень отличные. Нам даже призы достались. Победители наградили главными призами, остальных поощрительными. За первое место велосипед. Самым быстрым мужчиной в массовом забеге стал студент физмата педуниверситета Сергей Петров. Победа далась не просто, но для того, чтобы прийти к финишу первым, было все. Характер, закалка уже, тренировки постоянные. Ну и настрой и поддержка, конечно, болельщиков. Массовый пробег на финише превратился в настоящее шоу. Портреты на память от студентов художественного училища, концерт, розыгрыш призов и шоу мыльных пузырей. Все это на одной площадке. Все благодаря социальному проекту «Мы вместе» Чебоксарского электроаппаратного завода. Это важно показать, что есть у нас в России и в Чувашии люди труда, что они заботятся о своем здоровье, что мы как завод пропагандируем здоровый образ жизни. Ну вот, наверное, это самое важное. Праздник бега финишировал, но участники пробега уже в ожидании следующего. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Сегодня, 26 июня, Международный день борьбы с наркоманией. По всей России в этот день проходят различные акции, направленные на пресечение наркобизнеса и выявление наркомании. В Чебоксарах Управление наркоконтроля совместно с администрацией Калининского района провело ежегодную акцию «Троллейбус здоровья». В 10 часов на Красной площади столицы собрались слушатели детской полицейской академии и волонтеры Калининской администрации, студенты, учащиеся различных вузов и СУЗов. В Международный день борьбы с наркоманией ребята решили обратить внимание на серьезную проблему. Волонтеры сели в троллейбусы 1, 15 и 18, где рассказали о сегодняшнем мероприятии и раздавали номер телефона доверия. Кстати, телефон работает круглосуточно и анонимно, поэтому неравнодушные граждане республики без всяких опасений могут позвонить на номер 230100. Любой звонок проверяется Управлением наркоконтроля. Акция работает, она у нас проводится уже шестой год подряд. Очень много звонков поступает к нам на телефон доверия. Каждый звонок мы отрабатываем и благодаря вот таким неравнодушным гражданам ежедневно возбуждаются новые уголовные дела, особенно в отношении наркопритоносодержателей. Нам вот жители и как раз помогают выявлять такие места, чтобы их у нас не было в республике. Акция троллейбус здоровья посвящена профилактике наркомании. Чтобы привлечь внимание общества к проблемам злоупотребления наркотиками и выявить, где их распространяют, пассажирам общественного транспорта волонтеры раздавали флайеры-листовки, где указан телефон доверия, по которому можно позвонить и сообщить, где торгуют смертью. Сами волонтеры убеждены, что их работа не проходит впустую. Более 20 волонтеров распространили флайеры среди горожан за 10 рейсов. И это немало, отмечают в управлении наркоконтроля, поскольку каждый пассажир может донести информацию до своих близких, родных и знакомых. В этом вопросе необходимо участие каждого. Данифа Тагерова, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии прогнозируют аномальную жару и грозы с порывами ветра до 23 метров в секунду. До 29 июня ожидается жара со среднесуточной температурой на 7-9 градусов выше нормы. Такую погоду возрастает угроза пожаров и гибели людей на воде. Кроме того, такие условия могут сказаться на самочувствии. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин